Дай почитать. Главная героиня романа, умница невероятная, всего добивающаяся своими мозгами и знаниями, но однажды с ней случается неприятность. Ее начальник решает приурочить к очередному корпоративу маскарад в традициях России XIX века. То есть костюмы шампанской лакеи, придворный бал и тому подобное. Все прекрасно. Лена молодец, оперные певцы поют, медведь развлекает публику, цыгане гудят. Но приглашенные, лучшие сотрудники компании «Нефтепром» что-то там выпили, и начальника переодевшегося Николаем вторым просто по-мужски ударили по лицу. Кто виноват, разумеется, Лена. И грозит увольнение, а следовательно проседает оплата за ипотечную квартиру. Все, конец карьере, мечтам и вообще финал всей удачной жизни. Но есть выход. Их концерн собирается строить новый завод на Сахалине. Начальник отправляет Лену на полгода туда, и она должна будет обеспечить новый объект неквалифицированной рабочей силой. Критики вписывают дебютный роман Катерины Кожевиной в один ряд с город Брежнев и бывшая Ленина, СССР и Диатулина, с землей Елизарова, с человеком из красного дерева Рубанова. Маленький город на Сахалине живет по собственным законам, и сложно понять, какой сейчас год – 2018 или 1998. Роман, с одной стороны, хвалит и им восхищается, с другой – все же не будем занудами, но и не станем подпевалами. Посмотрим пристальней на стиль романа, на все эти «Ее нес вперед джинн безрассудства» или «Вторжение мохнатого астероида» – это у Котея. «Пара старушек одеты в бежевые халаты» и тому подобное. Стилистика удивляет, как и фантастичность описываемого. Читается роман легко, но от этой легкости остаются вопросы и сомнения. Любопытным показался тот факт, что Катя Кожевина написала свою магистрскую диссертацию на тему «Публичное и приватное в повседневности работников кладбищ». Интересно, 16+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам. Преображенская, 65, Ленина, 103А, Луганская, 53 и Волкова, 6А. До новых встреч! Дай почитать!